Всем привет, ребят. Мы с вами на улице Речной. Домашняя кухня у Лали. Я уже рассказывал вам эту историю, что два года назад я проходил здесь по улице Речной. Это было начало с самого начала сезона. И первая точка, которая здесь была открыта, это была как раз домашняя кухня у Лали. Я подошел, спросил разрешения поснимать. И мне любезно сказали, да пожалуйста, снимай. Что хочешь снимать, короче. И вот на днях, ну наверное недельки две-три назад встретились мы опять с Лали. В ролике вы наверняка этот фрагмент видели. И Лали говорит, а что не заходишь? Приди, покажи, отведай и расскажи людям, как что-то доесть. Вот я и пришел. И сейчас мы будем знакомиться с Лали и я покажу, что у меня тут есть. А есть у меня тут всякие разные вкусности. Чебуреки. Я пришел раньше, точнее после обеда, поздно. Надо было прийти раньше. Ну да ладно, все равно, мы знаем, что посмотреть, но мы все посмотрим. Имеются в наличии чебуреки с сыром, мясом ассорти. Шаурма, кофе с собой, хинкали на заказ. Ну напитки все, сами видите, все видите. Ознакомлю вас с ценовой политикой и должен вас, точнее сам что-нибудь отведать. Я еще пока не знаю что. Тут большой стенд, я не знаю. А, вот, 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 вот. Я покажу вам как раз на этом стенде. Более видно, более наглядно видно и хорошо. Пожалуйста, ценовая политика, что, почем, где и как. Говорим откровенно, я никогда здесь не кушал. Никогда. Снимать-снимать, кушать не кушал. Рассольник даже есть, пожалуйста. Коква и гороховый суп. И вот у меня теперь такой, засада такая, чтобы такого съесть, чтобы не потолстеть. Греческий салат, но это будет, наверное, слишком просто, да? Мужской каприз. Я капризный вообще, да. Чебе ли я к сиренам езду, с мясом езду? Пельмени со сметаной тоже, наверное, не буду. Наверное... Валю, уже занята малость. Лепешку с мясом. Лепешки с мясом не хочу. А вот, наверное, попрошу чебурек. Давайте так вот, классический. Гамбургер тоже не будет, это не наше. Мы же не в гамбургеры. Народ говорит, мало. Такой мало, выйдете на пляж. Сейчас вот. Возьму вот лепешку с мясом. Ну, а я пока покажу вам, что вот есть у вас всякие. Тут картинки есть. Есть наглядная агитация. Есть по факту, вот, пожалуйста, видите. И пицца, все это домашнего производства, как я понял, чебуреки. Беляши, я так понимаю. Беляши. Или это пирог с мясом называется. Пахлава, это пахлава. Ну, чебуреки я уже показывал. Цена классическая. Ну, где-то я видел и по 80 дешевле. Где-то я видел и подороже, по 150, по 120. Помнишь, что же у меня такого у вас есть-то, а? Там сиди, музыка играет. Малису занята и занята. Приходите обедать. Обедать? Вот. Говорят люди, которые, вероятно, здесь уже бывали. Вот и сама хозяйка. А я сегодня, как кулинарный критик, хотел бы спросить, что у вас самое на ваш вкус, что-нибудь вкусное тогда, самое-самое? У нас самое вкусное. Чебуреки, хинкали, манпи, плов. По-домашнему все у нас. Солянка грузинская, мясо-пи, солянка грузинская. Солянка – это хорошо. Борж, все у нас по-домашнему, не так, как по столовой. Я склонялся к тому, чтобы попробовать у вас чебурек. Но вы сказали солянка, блин, я задумался. А можно мне попробовать чуть-чуть солянки, буквально чисто? Вот так вот, смотрите, я, наверное, это пропустил, вот эту статью. А, нет, суп горох его был, солянка по-грузински. Вот захотелось бы солянки. Не буду от чебурек, чебурек я уже ел. Сейчас мы ждем с вами солянкой, отведаем самую настоящую. Пончики очень вкусные. Пончики. А беляши, это у вас беляши вот там? Да. То есть это настоящие наши советские классические беляши, как в детстве. Не буду. Честное слово, не буду, извините, просто я уже не могу. Есть, а вот солянки отведаю с радостью, вот точно. Хотел чебурек, но потом думаю, нет, лучше солянка. Так что, ребятки, сейчас отведаю. У нас место посидеть. Ну, место покажем тоже. Место тоже есть, вот видите. Можно прогуляться чуть-чуть. Внутри есть такая открытая территория, и тут еще ряд столиков. Ну, я, кстати, показывал, показывал вам два года назад. Представляете? Еще, знаете, на восходе моей, так сказать, блогерской деятельности. А теперь-то я уже не хухрымухлы, я уже кулинарный, как он называется там, не кулинарный блогера, кулинарные критики, если я так назвал в одном из роликов. На самом деле, я далеко не иблив, я просто люблю поесть, как говорится, шучу. Ну, что, ребятки, ждем солянку настоящую грузинскую, я попробую и вам скажу. Вот реально хочу попробовать солянки. Чебурек что-то как-то прихотел. Ждем. Итак, друзья, мне предстоит съесть. Нет, я все не съем. Хоть упирайте меня, хоть что со мной делайте. Я все не съем, но отведаю уж точно солянки по-грузински, когда захотел. Так, вон, ребята уже подошли, тоже будут пытаться. Итак, я приступаю, а потом вам расскажу свое мнение. Девочка Маша не курит и не пьет. Почему, спросите вы. Не может больше. Вот и я не могу больше уже. Выел все мясо. Что я могу сказать? Соляночка очень даже ничего. Единственное, что я добавил туда еще немножечко такой копченой колбаски. Наверное. Такой, знаете, соломкой. Вот это было бы вообще прям бомба. Ну, а острота по желанию. То есть, мне понравилось. Ну, естественно, я не пробовал все блюда, поэтому попробуйте самостоятельно. Но я уверен, что хозяйка тут, кое-что домашняя кухня, будет стараться. И будет все очень-очень вкусно. Соляночка мне понравилась. Должен мне так сказать. Ой, ветер салфеточки разносит. Сейчас она освободится. Скажу спасибо. Я вас предлагаю, приглашаю, приглашаю отведать в это заведение. Сейчас я покажу его снаружи. Итак, ребят, хочу сказать большое спасибо Лали. Было вкусно. Мне понравилось. Обязательно пойду потом еще за чебуреками. Чебуреки хочу обязательно все равно попробовать. Сравнить, если честно, со всеми другими, которые я пробовал. Ну, солянка. Мне понравилось. Колбаски еще чуть-чуть туда добавьте, еще чуть-чуть. Это грузинский колбаса нет? Нету, да? Нет. Ну, я малограмотный. Я и промил, но колбасой понравился. А вкус очень даже ничего. Мне понравилось. Спасибо большое. Проходите. Надеюсь, что гости к вам придут. Отведайте, покормите их домашней кухней. Домашняя кухня это называется. Все, ладненько. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Я вам покажу, ребят. Вот это заведение на улице Речной. И запах женщины моей. Это песенка такая. Все. Всем пока. Большое спасибо. Лали. Такое интересное, красивое имя. Реально вкусно. Домашняя, домашняя кухня. Видите, я не знал, что в группу по-грузински там эту колбаску не езжут. Я какую-то другую ел, там с колбаской была. Все. Всем пока. Всем до новых встреч. Я побежал дальше. Погуляю.